Осетровые рыбы в Алтайском крае плавают не только в Аби. Этот вид также любят разводить бизнесмены региона. Однако предприятие в поселке Пруцком Павловского района особенное. Это единственное в крае место, где выращивают даже стерлить, краснокнижную рыбу. Поэтому это хорошая возможность поэкспериментировать с мальками некоторых видов, которых сейчас не хватает. Приходится закупать в других регионах. В Томске, в Кемерово, в Новосибирске. Поэтому мы хотим совместно с данным предприятием решить проблему, или частично решить ее, по получению тревопосадочного материала именно Алтайского. Для этого с нуля создали два цеха. Первый для мальков. Их здесь выращивают буквально с икринок. Второй с бассейнами уже для больших особей. Есть даже специально карантинное место, если рыбе стало плохо. Покупка всего этого оборудования стала возможна благодаря региональной помощи. Да, в прошлом году, когда мы построили этот цех, мы получили субсидии из бюджета через Минприроды. То есть 50% от стоимости закупленного оборудования. Также мы получаем субсидии на закупку рыбопосадочного материала и на закупку кормов. Пока желающих заниматься, стерлиди в крае нет. Нужно дорогое оборудование и знания, которые получают зачастую методом проб и ошибок. Но возможно, когда рыба станет более доступной, все изменится. Стерлид сейчас разводят не только в Алтайском крае, но и по всей России. Этот вид популяризирует. И вскоре он может даже выйти из Красной книги. Именно об этом рассуждают эксперты. Сейчас стерлид нуждается в дальнейшем изучении, потому что в России не хватает знаний об этом виде. Однако, пока эта рыба признана вымирающим видом, об этом можно забыть. Данил Кузнецов. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...